Защитники или сепаратисты? Кем считать тех, кто воюет с национальной гвардией на юго-востоке Украины? Сейчас там действует очередное перемирие противостоящих сторон. Съемочная группа РЕН-ТВ Саратов побывала в Луганской области, где велись военные действия. Что думают о войне ополченцы и чего они ждут от перемирия? Эксклюзивные кадры в нашем втором сюжете из украинской поездки. Каждый день практически весь город слышал канонаду, раздающуюся отсюда. Всего здесь и днем, и ночью работала артиллерия, грады. Как видите, результат налицо. Жаль только, конечно, что теперь нет Луганского аэропорта. Вот и все, что осталось от здания Луганского аэропорта. Но еще страшнее, что пришло в негодность полотно аэродрома и взлетные полосы, говорят ополченцы. Судя по следам разрушений, бои здесь шли яростные. А в редкие моменты затишья началась охота за военными трофеями. Например, за самолетом Ил-76. Местные жители его за несколько ночей распилили, умудрились весь алюминий с него посрезать. Ну, людям-то надо пропитание, сдавали в металлолом. Те постреливали из пулеметов, говорят, туда. Ну, умудрялись люди. Я не знаю, как они. Болгарку невозможно было, конечно, туда притянуть. И звук был бы, наверное, вручную пиляли. Ну, вот ребята, говорят, проносили, сдавали в пункты приема металлолома эти осьметки сил 76-го. Бедствует сейчас и население поселка Хрящеватая. Здесь редкий дом сохранил свои стены. Уже не говоря об имуществе. А утром 4 утра уже пришли, там еще попал с той стороны осколок. И загорело все. Дом, машина, хозпостройки с птицей, все загорело. Досталось и местной православной церкви. Разрушен верх, сбиты кресты. После бомбежек прошло всего несколько дней, но добровольцы уже спешат залатать купол. Люди рады, что хотя бы сами остались живы. И как страшный сон вспоминают зверства непрошенных гостей с оружием. Не понравились им лица. Раздели сперва их на голову. Прошмонали. Ну что, потом оделись они, мешки им подевали на голову и повели. На каждом шагу в Хрящеватом останки боевой техники, танки, БТР и неразорвавшиеся минные снаряды. Ополченцы, которые обороняли Хрящеватой, видели, как в этом БТРе заживо сгорели десантники Национальной гвардии. И эта военная техника стала общей могилой. В той обгоревшей массе исходит трупный запах внутри башни. И спасла вот такая вот толстая броня. Это здесь был довольно крупный парень, 44-го размера. Чудом осталось их. В местах боев осталось много тел погибших с обеих воюющих сторон. Ополченцы успевают похоронить своих и даже поставить памятник на скорую руку. Среди защитников Луганска добровольные казачьи войска. Говорят, отстоять свою землю для казака – дело чести. Мы пошли в ту сторону, на Львову и тому подобную. Мы ничего не ходили. На Майдане были, что творили там. Ну, ездили там некоторые просто поддержать людей на Майдане. Да, ездили. Но мы не были вооружены. Мы ничего туда не делали. Ни палки, ни дубин, ничего не брали. Они набрали оружие, проехали сюда. Нам диктовать права. Зачем? Казачий атаман Рубан говорит, что за мир. Но на условиях защитников Луганска. Так что перемирие, которое официально объявлено на юго-востоке Украины, казаки считают для себя временной передышкой. Вы верите в победу? Ну, а если бы я не верил, здесь бы не было бы. А вот перемирие, которое сейчас установлено? Это, оно уже не первый раз было, так что это все так, просто игры. Юлия Шишкина, Александр Зуев, Максим Пустовалов. РЕН-ТВ Саратов. Специально из Луганской области.